Эти кадры, на которых запечатлен момент крушения самолета Як-52 в селе Утёвка, уже облетели всю страну. Экипаж – летчики Сергей Балабанов и Михаил Козлов. С Балабановым родные и близкие простились накануне. Затем прошла гражданская панихида по Козлову. По воспоминаниям друзей и коллег, Михаил был человеком необычайно обаятельным и скромным. Несколько лет был главным конструктором на авиационном предприятии. Устройство и поведение самолетов в воздухе знал на зубок. Дела, начатые Козловым на заводе, товарищи по цеху обещают довести до конца. Он является совестью нашего коллектива. Это не просто гениальный инженер, это не просто наш любимый главный конструктор. Это человек, это душа коллектива. Дела, начатые совместно, мы обязательно продолжим и завершим. Горные лыжи, авторская песня Михаил Козлов блистал не только в небе, но именно там удивлял и восхищал всех вокруг. Козлов входил в состав пилотажной группы ДСААФ, выступления которой с нетерпением ждали на всех крупных торжествах. 9 мая в день ВМФ на авиафестивалях петли Нестерова, бочки и кобры заставляли замирать сердца тысяч зрителей. Летал очень великолепно, как у нас частенько говорят, летал как бог. Крайний полет наш с ним как раз в групповом пилотаже именно был на Грушинский фестиваль. Мы как раз именно с ним выполняли вот этот полет. Его всегда место было как раз слева, мое было позади, я всегда видел его. И вот тут, конечно, совместная наша работа с ним была очень замечательная. Яркая и бьющая через край жизнь, ставшая примером для многих, готовых к риску и приключениям, одно из самых главных достижений Козлова. Коллеги, друзья и все, кто просто знаком с его судьбой, уверены, его смелости и жизнелюбию стоит позавидовать. На таких, как Михаил Козлов, нужно равняться. Такие люди всегда являются примером для других, ярким примером, как надо проживать свою жизнь, чему надо стремиться, отходить, может быть, от какой-то мелочности, суеты. Такие люди, они и оставляют наиболее яркий след и в сердцах своих друзей, знакомых, родных, близких. По словам жителей села, в утевку Михаил Козлов прилетал нередко. Продемонстрировать фигуры высшего пилотажа своей матери, тоже летчице. Никто из сельчан не предполагал, что этот полет закончится так трагически. Что стало причиной крушения самолета и гибели самарских летчиков, специалистам еще предстоит выяснить. Предположительно, к катастрофе привела ошибка пилота при выполнении одной из фигур высшего пилотажа и, как следствие, потери высоты. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.